МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это для вас особый случай. Ну-ну-ну, давай, капсалис, давай, давай! Да чёрт! Ну черепаха, ну ёлка! Витя, пойди. Ну, Сергей Иванович, ну куда? Давай, 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 давай! Ну, сейчас... Давай! Пустите, пустите! Чёрт тебе надо? Это он, вы его знаете, это он! Сергей Иванович, тут цыганёнок. Догони его, подрались между собой. Всё равно потом от показаний откажутся. Давай, иди отсюда! Дяденька, откройте, вы его знаете! Да чего ты орёшь? Иди гуляй, говорю! Чёрт! А ну, пойдём! Стекло разбил, вот! Маленький чертяка! На ноже кровь. Этого нам ещё не хватало. Сергей Иванович, так а чё это? Чё делать будем? Не нуди! Слушай меня внимательно. Дело было так. Кто-то подошёл к двери, разбил стекло. Мы выбежали, погнались. Но он уже далеко был. Похоже, молодой цыган. Так кровь откуда? А стекло порезался, рукой разбил. Звони на пульт. И утром стекольщика вызови. Слушаюсь. Давай. Что ж вы воду перекрыли в такую жару и копаетесь? Женщина, плановые работы. Проверка системы канализации. Потерпите. Давай, спускайся. Хоть бы объявление повесили, предупредили. А-а-а! Что такое? Мертвяк там. Беги в милицию, звони! Батюшки! Значит так. Утром 19 мая 1978 года в районе Нового рынка города Одессы бригада аварийной службы обнаружила в канализационном люке труп подростка с признаками насильственной смерти. Да, да, да. Я помню эту историю. По внешности следственная группа очень быстро определила, что убит цыганский подросток. Ромы обычно живут компактно, и район Нового рынка как раз такое место. Ну и что вы думаете, как считаете? Ну, какие первые действия? У Ромов тесные родственные связи. Не случайно же есть выражение «цыганская почта». Я думаю, что нужно идти к уважаемым людям узнавать. Не учитывайте особенностей. А если их не учитывать, можно все испортить на корню. Ромы народ особенный. Правители разных стран в разные времена пытались заставить жить цыган, как все. Но никому это не удавалось. Руководство Советского Союза с середины 20-х развернуло программу по переводу кочующего народа на оседлый образ жизни. Для этого организовывали национальные школы, стали издавать газеты и журналы, создали Всероссийский Союз Цыган. На улицах Куйбышева можно нередко встретить цыган, не таборных, а постоянных жителей города. У цыган появились новые профессии – штукатуры, строители, сантехники. Вместо цыганки с картами, цыганка у карты. А в 1931 году в Москве открыли легендарный театр «Ромэн». В городах поощряли создание цыганских трудовых артелей. Но программа провалилась. Артели распадались, школы пустовали, ученики уходили с табором. После войны цыгане занялись посреднической торговлей, которая квалифицировалась Уголовным кодексом как спекуляция. Именно новый вид деятельности стал решающим фактором в прекращении кочевого образа жизни. Цыгане стали ценить жилье с законной пропиской, где можно было жить и хранить товар. Тогда же в графе «национальность» официально стали писать «цыган» и «цыганка». Но все равно я смотрю, вот первичный осмотр кое-что дал. Даже больше, чем вам может показаться. Что вы имеете в виду? Всем здравствуйте. Капитан Запашный, милиция. Что тут у вас? Что с вами? Милиционер местного отделения. Канализацию спускался, плохо стало. А вы кто? Так, участковый трамкон, Борис Аркадьевич. Я пару снимков успел сделать. Газы канализационные, такое бывает. А кто мотоцикл на место преступления пригнал? Совсем что ли? Извините, спешил. Вы трупы обнаружили? Да. У нас системные работы. Приехали в люк, а там мальчонка мертвый. Жалко. Документов и денег при убитом нет. На племянника нашего Войку похож. Войку это имя? Нет, как раз фамилия. Имя Драгомир. У нас работает. У него племянник Мита. Очень похож. Цыган? Адресок сотрудника не подскажете? В районе Нового рынка живет. Точно не помню, но в конторе есть. Проверим. Ладно, вы побудьте пока в сторонке. Наташа, что скажешь? Ну что, задушили парня. Смерть наступила примерно 10-12 часов назад. На запястьях следы от веревки. В люк бросили уже мертвым. А кровь на руках? А вот это вот странно. Голова. Тут посмертная травма, когда в люк бросали. Но дело в том, что в вране почти нет крови. Зато на руках ее очень много. И под ногтями. Экспертиза нужна. И ремень проверим. Похоже, им придушили. Нашли в люке около тела. А ремень, похоже, его. По размеру подходит. Синяков очень много. Били или дрался. Он, судя по цвету, синяков незадолго до этого. Есть, конечно, и старые. А тут на спине похоже на розги. Розги? Так, Наташа, сколько ему? Ну, лет 14-15, не больше. Участковый? Ты его знаешь? Много их тут на районе. Так сразу не скажу. Все на одно лицо. А имя Драгомир Войку о чем-то говорит? Не помню такого. В поле моего зрения не попадался. Вам, если что узнать, это их барона нужно идти. А это куда? На Меринга. Номер не помню. Ну, дом такой, сразу поймете. Ангель Шандер. Это же надо. Слушайте, как в кино. Табор уходит в небо. Так, ладно. Да, и жителей опроси. Может, кто что видел. Понял. Вам уже лучше? Да. Как спустился, почти сразу сознание потерял. Еле выбрался. Парень этот набедокурил вчера. В каком смысле? Разбил стекло в отделении милиции и убежал. Интересно. А зачем ему это? Да мы подумали, может, в карты проиграл. Да задание такое дали. Или еще что-нибудь. Пацан же. И вы что? Ну, мы все как надо. Документ составили. Разбитое стекло мы сфотографировали. И нож оформили как вичдок. Нож? Какой нож? Ну, который он бросил. Или уронил. Кривой и еще странный. Заточен с другой стороны. Так, вы в каком отделении? На Проценко 2. Руслан Ильич, на Проценко 2 нож надо изучить. Так, вы давайте тут заканчивайте. Да, и скажите участковому, когда закончит, пусть зайдет в прокуратуру. Ну, а я к родственникам. Счастливо. В Одессе в канализационном люке при проведении аварийных работ обнаружен труп цыганского подростка. Парня задушили его же ремнем. Сотрудник милиции рассказал, накануне вечером подросток разбил в их отделение стекло, бросив в него нож. Руки жертвы окровавлены. Но ран, которые могли вызвать такое кровотечение, эксперт на теле не обнаружила. Свидетель сообщил, что у работника аварийной службы водоканала Драгомира Войку есть племянник. Убитый парень очень похож на него. Я открою. Здравствуйте. Я из милиции, капитан Запашный. И что? Я же все тени, что продавала, отдала вашим. Не может женщина продать, что и не подошло, а? Спекулянткой обзывают. Ты посмотри. Дети бегают, кормить надо. Этот на работе сколько зарабатывает? А ты домой приходишь. На, бери наше богатство. Заволчи, выйди. Выйди, сказал. Что, начальник? Я узнать, твой племянник Мита дома. Не видел его? Как так не видел? Парень несовершеннолетний, ты опекун. Кармен, а где Мита? А я почем знаю? Взрослый уже, вчера был. Подождите, парень не ночевал дома, и вы не беспокоитесь? А чего беспокоиться? К тетке ушел, или к другому дядьке. Цыганская семья большая. А что случилось? У вас есть его фотография? Кармен, есть снимок Миту? Есть. Вот. Вы серьезно? Ему здесь сколько лет? Его мать отнесла в фотоателье. Пять лет уже как покойница. Отец в тюрьме, нет другой фотографии. А школьный? Он в школу не ходит. Пишет, читает. Что еще надо? Учителя приходили, а я что могу? Суп на стол поставила, штаны люди дали почти новые, перешила. Кармен, уйди! То уйди, то приди. Мы нашли мертвого парня, цыган. Возможно, это Мита. Да как же это так? Нужно прийти на опознание. Когда? Мне сейчас на смену. Не могу работу прогулять. Нашего брата, цыгана, на работу брать не хотят. Это завтра в 9 утра. Третий морг, знаешь где? При больнице? Да. Знаю. Приду. До встречи. До свидания. Участковый сообщил, что люди из соседних домов ничего не слышали, никого не видели. Скорее всего, цыгане между собой. Там у них круговая порука. Правда, ни от кого не узнаешь. Запашный, ты это брось. У нас развитой социализм. Они такие же граждане, как и все. Угу. Кто паспорт получил? Раскрыть преступление мы обязаны. И не важно, племянником он окажется с этого Драгомира или нет. К барону надо сходить. Что у вас, Руслан Ильич? Знаете, как называется? Ну? Чури. Слово чури в переводе с романи, языка европейских цыган, означает нож. Главная особенность – он заточен изнутри, как серп. Традиционно цыгане делали нож из предмета, уже побывавшего в быту. В цыганских семьях установлена традиция – чури для себя изготавливает каждый парень, достигший 14-летнего возраста. Самодел – это точно. У них правило такое – кто изготовил, тот и хозяин. Ага. Завтра покажу дядьке пацана, может, узнает. Интересно вот что. На руках парня и на ноже кровь второй группы резус положительный. У самого убитого – первый отрицательный. Ага. Интересно. Получается, он перед смертью кого-то подрезал? Не мне выводы делать. И еще вот что. На ноже есть две группы отпечатков пальцев – убитого и еще кого-то. Причем в обоих случаях нож держали четко лезвием от себя вперед. Не складывается. Если он кого-то подрезал, зачем побежал в милицию и подбросил собственный нож? Ну, тут, как ни странно, логика есть, Лад Сергеевна. Допустим, он кого-то подрезал с цыган. Они в милицию не сообщают, устраивают самосуд. Ну, вот он и прибежал в милицию, спасался от расправы. По-моему, все логично. Ну, насчет самосуда – да. Но уж если он прибежал в милицию, почему потом убежал? Не складывается. Подойдите на опознание. Митто! Митто! Отцу его сообщите. Он в колонии под Луганском. Сообщим. Скажите, а с кем он водился? Кто мог его… Не знаю. А работать не хотел. Я ему говорил, пойдем к начальнику устрою. Он – нет, я хорошую работу найду. Вам вот эта вещь знакома? Его сам себе ручку смастерил. Только не цыганская-то кровь. У нас запрет друг на друга с ножом. Ага. А если не на цыгана? Мог? Э, начальник, думаешь, мы бандиты обязательно? Митто! Максимум курицу мог зарезать. Но чтоб человека? Нет. Ну что ж, тогда нам придется с вашим бароном встретиться. Встречайтесь. Только ничего он вам не расскажет. Это еще почему? Могу идти? Пока идите. Ну вот читаю показания и понимаю, что чего-то недоговаривает дядя. Есть такая цыганская пословица. Под каждой бровью свой глаз. Да что она значит? Ну я думаю, трактовать ее можно по-разному. Но мысль такая, ты не один. Не все ты решаешь. Поэтому не торопись говорить и действовать без заклятки. Каждый сверчок знает свой шесток. Ну хотя бы так. Хотя вроде бы дяде скрывать нечего. Его алиби проверили, он был на дежурстве. Хорошо, что участковый нашел соседку, которая рассказала любопытную историю. И почему этот барон ничего не скажет? Я же вам говорю. У них там круговая порука. Может он сам приказ и отдал. Ну мальчишку на тот свет отправить. Они там все плачут, воют, убиваются, а сами все знают. Разрешите? Я свидетельницу привел. Может войти? Да, конечно. Проходите. Соседка Войку. Расскажите товарищу следователю. Так я и говорю, Миту этот бедовый. Да вы присядьте. Воровал все. Вот и у внука моего самокат украл. А недавно пришли за ним два цыгана. Схватили его за шиворот и поволокли. Я за ними. А они к дому ихнего барона. Он от нас метров двести. Пусти! Ты ими-то украл мне курицу. Зачем? Это не я. Не ври мне. Зачем? Голодный бы. Зарезал. Запек. Голодный? Приди, скажи. Барон, я голодный. Рядом посажу. Жена тебя накормит. Рада моя. В дорогу гостинцев дам. Подарки. Понимаешь? Не, я не понимаю. Два часа назад ты не понимал. А сейчас понимаешь. Ты мне врешь. Я с твоим дядькой поговорю. На, держи. Семью позоришь. Двадцать раз. Они там все считали. Что ж вы милицию не позвали? Чтоб меня зарезали. Я живу там рядом. Да, да. Понятно. Это в духе добрососедства и взаимопомощи. А вы не смейтесь. Поживите, увидите. Я пришла к вам потому, что мне их детей жалко. За курицу так наказывать. Вы письменные показания дадите? И не просите. У меня дети. В интуке. Ладно, Лариса Григорьевна. И на этом спасибо. Вы свободны. Спасибо. До свидания. Если парень вороватый был, мог и второй раз. Поехали к барону. Ладно, Сергей. Он с женщиной говорить точно не станет. Это мы еще посмотрим. Поехали. Поехали. Горе твое поднимаем. С похоронами завтра тебе все помогут. Я всем все скажу. Драгомир Николаевич, здравствуйте. Вы, конечно, здесь случайно. Так я... Принято у нас так. Завтра хоронить будем. У нас к вам вопросов нет. До свидания. Давай. Мы к гражданину Шандару пришли. Если он, конечно, нас пригласит. Ни одна баба первая со мной не заговаривает. И в моем доме бабы ходят в юбках. Да ты потише. Даже если эта баба следователь прокуратуры. Я чужие правила уважаю. У себя в кабинете хожу в брюках. Туда вас и вызову повесткой. Как вам такое предложение? Походить. Благодарю. Где вы хотели поговорить? А вот здесь можно. Ангель. Что это такое? Так, все, иди, куда шла. А можно водички? Мне и товарищу капитану. Так, а что вы хотели спросить? Думаю, догадываетесь. Убили Дмитрия Лакотоши. А за несколько недель до этого он у вас курицу украл. Кто вам такое сказал? Сказали. Видели люди, как вы ему 20 плетей отсыпали. Воспитывать надо. Другие увидят. Воровать не будут. Угу. А вот это все. Дом, машина. Заработали? Так вы вроде нигде не работаете. А ты умная женщина. У меня инвалидность. А это все наследство. Закон у нас такой. Цыган у цыгана. Воровать не должен. Ами-то этот закон нарушил. И его цыгане этого не делали. Слово даю. А кто же тогда? Если б знал, я б сам наказал бы. Давай скажу. Ну. Я Земфиру в школу водила. Там на него мужчина сильно кричал. За что? За девочкой он ухаживал. За русской. Отец ее. Все, иди. Митту жениться надо было. А он не хотел. Жениться в 15 лет? Кто бы его расписал? Расписал, не расписал. У цыгана должна быть семья, дети. Он мал, как и малого. Ее родители согласны. А он что? Ветер. Где вы были 18 мая после 9 вечера? Я всегда дома. Кто может подтвердить? А кому скажу, тот и подтвердит. Понятно. Из города пока не выезжаете. Да я пока никуда не собирался. Следователь, ты юбку носи. Сразу красивой будешь. А вот смотри, моя жена рада. Красавица. Нужно в школу сходить. Я поеду? Нет, я поеду. С девочкой поговорить нужно. Слушайте, что бы барона не понравилась, а? Ну, брюки. На ней вот, например, прям очень. Добрый день. Добрый. Я из прокуратуры по поводу смерти вашего ученика Дмитрия Лакотоши. Мита. Да, конечно. И еще я хотела бы поговорить с девочкой, которая... Я вас поняла. Света. Что можете сказать о мальчике? Тяжелый случай. Мы все ждали конца восьмого класса, а там думали, тройки нарисую и в ПТУ. Махнули рукой? Ну, знаете, это только в кино учитель все может. А здесь безнадежное дело. Я вот сколько не просила Светочку поговорить с ним. И что? И что? Ждет ее, ждет во дворе. А на уроки не затянешь. А восемнадцатого мая тоже ждал во дворе? Это четверг был. Да, точно был. В тот день еще скандал произошел. Папа! Да что же вы делаете? Он же ребенок. Ребенок? Тварь! Подойдешь к тебе? Подойду, понял. Мита, беги! Мита! Как говорите его фамилия? Куратов. Ну, его тоже понять можно. Единственная дочь. Воспитывает сам. Жена умерла. Угу. Где он работает? Он служит в воинской части. Капитан. Тут недалеко от нас. Можно я теперь поговорю со Светой? Только не травмируйте ее, пожалуйста, сильно. Она и так эти дни. Да, разумеется. Пожалуйста. Здравствуйте, Света. Меня зовут Лада Сергеевна. Я из прокуратуры. Скажите, вы дружили с Митой? Да. А почему ваш папа с ним дрался? Света, возьми цветы. Ну, возьми. Мита, ну я же просила. А что такое? Пойдем погуляем. Десять минут. А потом я тебя домой проведу. Ты на каком кладбище цветы наломал, бродяга? И не на кладбище вовсе. А ты говорил гнать его подальше. Не можешь меня позови? Зачем вы дядя? Я же, я на ней женюсь. Что? Да пошел ты. Ко мне пойдет жить, и все у нас хорошо будет. Папа! Да что же вы делаете? Он же ребенок. Ребенок? Тварь. Подойдешь ты и уйду. Подойду, понял. Мита, беги! Мита! Не хотелось, чтобы я с ним дружила. Недавно он на меня ударил. Впервые в жизни. В тот день вы еще видели Мита? Как я могла его увидеть, если папа меня в квартире запер, а сам ушел? В котором часы ушел, помните? Около четырех. А когда я вернулся? В полодиннадцатого. Света! Света, иди отца забирай. Валь, тетя Валь, я закрыта. Откройте меня. Ключи в кармане брюк. Сейчас я тебя открою, моя ласточка. Не понял, где ключи? Эй! Кто ключи украл? Папа! Идем домой! Ты как вышла? Я тебе сказал дома сидеть. Света! Олицей, ну как ты можешь? Это ж твоя дочь. Ведь Валя, моя дочь с цыганом. Господи, какой взор. Папа! Лучше я сяду, чем позволю дочери жизнь ломать. Все, давай, давай, пошли, пошли. Нечего тут. Осторожно. Где вы живете? Улица Петра Великого, 12, квартира 5. Вы что, моего папу подозреваете? Нет, он не мог этого сделать. Он хороший. Ваш папа сейчас на службе? Дома, он на больничном. А что с ним такое? Руку потяну. Куратов. Кандидат в мастера спорта по самбо. Интересно. Ну да, да, такому отобрать нож у нападающего дела техники. Нет, ну обычно спортсмены умеют себя сдерживать. Ну, напал на него Мита. А он отобрал у него нож, скрутил его. Ну, чтобы убивать. Тут самолюбие и жуткое разочарование. Он сам воспитывал дочь, а она идет против него, против его воли. Так что вполне. Ну и по времени сходится. Что вы имеете ввиду? Они жили на улице Петра Великого, а это в 15 минутах от того места, где нашли тело Митта. Ну, конечно. Конечно, проверять надо. Удар, конечно, поставленный. Чего встал? Пыли наглотаться хочешь? Куратов Алексей Петрович? Фу. Так точно. И? Капитан Запашный. Ну, и генерал же. Я тоже капитан. Я из милиции. А, дайте угадай. Цыганенка убили, и вы ко мне. А давайте мы с вами в отгадки играть не будем. Я из прокуратуры. Вы угрожали Дмитрию Лакотошу. М-м-м, значит, так его звали. Не знал. Вы поймите меня правильно. Взрослая дочь на моем месте. Что на вашем месте? Слушайте, чего вы от меня хотите? Весь город знает, что его свои убили. Это и так понятно? Я следователь. И я так не говорю. И слухи не собираю. Вам придется поехать с нами. Офицера в кутузку? Выяснится, что меня там не было. И тогда мое начальство позвонит вашему. Считайте, что я испугалась. Вот вам повестка. А ты попробуй мне ее вручи. Я тебе сейчас попробую. Поехали. Опа! Так, одна статья уже есть. Сопротивление сотруднику милиции при исполнении. Ну, теперь считай, что я испугался. Поехали. Дайте только ковер занесу. Цирк устроили. Мой командир воинской части с обл. прокурором. Друзья. Вместе на охоту ездят. Он вам устроит. Мы расследуем жестокое убийство подростка. Вы подозреваемые. И я провожу следственное действие. А вот распускать слухи о своем непосредственном начальнике об охоте, вот это цирк. Где вы были 18 мая после 21.00? Я около пяти свету дома закрыл. И пошел пить. Где пили? В нашей пивной около Нового рынка. А, ну, значит, для убийства у тебя времени было вагон. Да не было у меня времени. Я весь день там просидел. Нас оттуда выгнала уборщица. Они закрываются в 22. Вас выгнали ни одного? Точно нет. Какой-то случайный. Да, точно. К нам в парке дружинники подошли. Я уже лыка не вязал. Они спросили адрес. Я сказал. Они довели до дому. В Одессе в канализационном люке при проведении аварийных работ обнаружен труп цыганского подростка Мита Лакатоша. Парня задушили его же ремнем. По словам соседей и родственников, Мита был бедовым, воровал, не ходил в школу. Накануне своей смерти Лакатош бросил в отделение милиции окровавленный цыганский нож Чури. Экспертиза установила, на руках парня и на ноже одна и та же группа крови, но она не принадлежит Мита. Под подозрение попадает военнослужащий капитан Куратов. Он неоднократно угрожал Лакатошу за то, что этот ухаживал за его дочерью. Где руку потянули? Псянки где-то. Я же почти не пью. А дочь руку поднял, вот и напился. Ну, знаете, звучит не очень убедительно. Да вы дружинников спросите. Восемнадцатого в парке дежурили. Вам же просто. Ну, хорошо, попробуем. Так, гражданин Куратов, пока задерживаю вас на 72 часа. Лёва. Вперёд. Следователь Нанка. А, лейтенант Мочанов. Труп с ножевым и какое-то отношение. Ах, вот оно что. Куда ехать? Угу. Спасибо, еду. Чё стоишь, поехали. Куда поехали? Лада Сергеевна, у меня планы. На пустыре нашли труп с ножевым. Говорят, ранение специфическое, похоже, нож чури. И труп по четыре дня. Улавливаешь? Ну, да. Тогда же, когда я нашего цыганёнка. Угу. И недалеко. Ладно, вызову Руслана Ильича и Наташу. Эээ, Наталью Андреевну. Угу. Руслан Ильич? В общем, парень здесь. Документов при нём нет, но лично знакомое. Да, Витя, ну что ты тянешь? Спекулят местный. Дюся Коцик. Это что, его имя и фамилия? По паспорту Андрей Коцупатрый. Удар в сердце. По характеру раны удар как бы снизу. Как будто нож держали заточенной части кверху. Чури. Слушайте, а место людное. Не мог он тут три-четыре дня незаметно пролежать. Тут ты прав. Следы волочения, трава примята, похоже на следы от мотоцикла. Протектор широкий, похоже с коляской. Урал, МТ, Днепр. Угу. Слушайте, ребят, а что за фрукт был этот Коцик? Шеф. Командовал бегунками. Они под ним товар сбывали. Нагло трудились. Так чего же не взяли? Да пробовали. Вы у нашего участкового от Ромко спросите. Как он не подбирался, Дюся Коцик так вот сквозь руки ускользал. Закрыли его даже. Ну, через 72 часа выпустили. Выпустили. Где он живет? На Меринга. Дом 23 вроде. Ой, квартиру не помню, выбачайте. Ха-ха, сосед нашего оборона. С тиганами работал? Так точно. С матерью в одной квартире проживает. Сегодня заявление написала, мол, пропал. И, видишь, сразу и нашелся. Она еще три дня назад прибегала, но я заявление сразу не принял. Ну, честно говоря, подумал, но загулял где-то с девчонкой. А где Ромко? Так это не его район. Надо бы родственникам сообщить. Давай, Лёва. А? Мы здесь без тебя справимся. Давай, давай. Понятно. Счастливо. Здравствуйте. Извините, я из милиции, капитан Запашный. Да, проходите, пожалуйста. Я по поводу вашего сына. Он не пришел домой. Я волнуюсь. Заявление только сегодня можно. Что с Андрюшей? Он живой? Соседи! Кто-нибудь в скорую! Так, а вот и медицинская справочка. Гипертонический криз. То есть допросить не представляется возможным. Да. Коцупатр, конечно же, свою маму в курс своих дел не вводил. Поэтому сыщики не очень надеялись на ее показания. Я бы поговорил еще раз с участковым. Он мужик хваткий. Следствию помог. Соседку привел. Ну и Коцупатрова, этого спекулянта, тоже раскручивал. Может, он знает о каких-то его связях? Может, конечно. Вообще-то убийства фарцовщиков были связаны с их деятельностью. Сами понимаете. Ну да. Шальные деньги притупляли бдительность. И они совсем забыли о пословице, которую я узнал только сегодня. Под каждой бровью свой глаз. Тут и есть результаты экспертиз по найденному телу. Есть? Есть, конечно. И они весьма и весьма любопытны. Вот, знакомьтесь. Ну-ка, спасибо. Лада Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. В честь чего? Просто увидел. Подумал о вас. Не срезаны. Нарвал на клумбе в парке Шевченко. Лац, Сергеевна. Ну, знаете. Доброе утро. Чем доброе? Ну, хотя бы тем, что оба эти убийства связаны. Да. Спасибо. На ножей и на руках Мита кровь Кацупатрова. Характер раны полностью соответствует ножу Чуре Лакотоше. И еще кое-что. При осмотре тела Кацупатрова я обнаружила остатки черной краски. И ракушняк. Краска автомобильная. Такой мотоцикл и красят. В основном МТ. Но ракушняк на пустыре, где найден Кацупатрой, ракушняка точно нет. А вот возле дома убитого его полно. Так. Ну, я скажу областному прокурору. Он объединит в одно дело. Это понятно. А что у нас по Куратову? Так. Кровь на ноже по группе не совпадает с кровью Куратова. Отпечатки пальцев не соответствуют взятым у него отпечаткам. Ага, да. Куратова отпустили. Тем более, что никакой связи у него с убитым коциком не нашли. Да. Похоже, версию мести скорбленного отца нужно отбросить полностью. А вот допрос матери погибшего к отцу Патрову, это любопытно. Лилия Сергеевна, когда вы в последний раз видели сына? 18-го числа. Андрюша звонил кому-то. Днем. После обеда. Сынок, ты уходишь, а чай? Компотик. Спасибо вам за обед, было очень вкусно. А я такой пирожок испекла. Здравия желаю, товарищ капитан. Постовой коцик беспокоит. Да ладно тебе. Не-не-не, ну мы же договаривались. Завязываем, я же сказал. В 16-го около нового рынка, хорошо? Ма, а ты пирожок в одеяло заверни, чтобы не остыл. Что ж ты все носишься? Ну, значит, так надо. Все, я побежал. Пока. Товарищ капитан он его назвал? Да, точно. Он еще смеялся. А представился постовой? Может быть, ну рядовой? Нет, вроде бы постовой, а в чем разница? А встречу назначил нового рынка. И часто он ввел такие разговоры? Болтать не любил, но пару раз так говорил по телефону, товарищ капитан. Скажите, вы знали, чем занимается ваш сын? Торговал, я не в никого. Андрюша, такой заборливый был. Пирожок так завернутый в одеяло и лежит. Где у вас капли? Вы меня извините, я хочу побыть сама. Завтра похороны. Хорошо, хоть родственники приехали, с документами помогли. Да, конечно. Пойдем, Светлана Сергеевна. Спасибо. До свидания. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка это флаг корабля. Мотоцикл оставил след. Угу, следил капитан. И если постовой, значит капитан милиции. Кто мотоцикл на место преступления пригнал? Совсем что ли? Извините, спешил. Вы труп обнаружили? Участковый. Капитан Трамко. Думаешь? Знаешь, у скольких участковых есть мотоциклы и звание капитана милиции? Да. Ну, давайте вспомним, где он осмелькал. Полгода назад задержал Кацупатрова и все. Больше этот спекулянт не попадался. А почему? Мало ли. Ну, ладно. А то, как он сказал, что не помнит Мита. Участковый, а не помнит вороватого цыганенка. Ну, и что ты предлагаешь? Взять его отпечатки пальцев и сравнить с теми, что на ноже. Ладно. Только давай пока без шума. Шум пока рано поднимать. Обижаете, Влада Сергеевна. Кстати, зря вы барона послушали. В чем это я его послушала? Юбку носите. А брюки вам идут. Лев Геннадьевич, займитесь делом. Ну, так я дело говорю, Влада Сергеевна. Ладно, Сергеевна. Да. Да-да, я его жду. Пропустите. Кузыбали, Лев Геннадьевич. Так точно, капитан. Да присаживайтесь, Борис Аркадьевич. Ну что, принесли материалы на Кацупатрова? Хитрый был деляга. Ловко увиливал. Чайку не хотите? Не откажусь. Я вот что думаю. Мита у него шестеркой был. Потом кто-то решил его торговлю к рукам прибрать. Так и получилось. Сначала Мита его, а потом этот кто-то Мита. Прямо как в Америке. Торговцы, бандиты. Два трупа на районе. Сплю и вижу, чтобы меня кто-то отсюда перевел. Ох, понимаю. Печенье, угощайтесь. Охотно. Извините. Алло. Сейчас выезжаю. Извини, капитан. Дела. К тебе бы, капитан. А я бы не перевелся. Бывай. Счастливо. Сравнивайте. Лев Геннадьевич, не дали коллеге чай допить. А вы, Ланна Сергеевна, всех кроме меня жалеете, да? Когда вы мне давали это дело, вы сказали... Я сказала, что первичный осмотр дал больше, чем могло показаться. Вы имели в виду знакомство с участковым? Вы не догадались. Ну и тогда никто не догадался. Да, ведь мальчишка, когда стучал в дверь дежурной части, он же кричал, вы его знаете. Ну а мотив преступления? Нет, мотив убийства фарсовщика я еще могу понять. Там общие дела. Ну а мальчишку зачем? А вы помните, что Кацупатра был убит ножом в чури? Здрасте. Какими судьбами? Здравствуйте, Трамко. У нас санкция на обыск. У меня? Обыск? Что, сдурели? Слова подбирай, капитан. Пальчики твои нашлись. Где я? А ты не догадываешься? Не рыпайся, капитан. Предполагаю, что нашел я пятна крови. Экспертиза подтвердит. Или опровергнет. Но по всему видно, что подтвердит. Так, что у нас с мотоциклом? А чего вы так занервничали, Трамко? Тараферялся почему-то. Ага. Краска вот тут облупилась. Ага. И кровь в коляске замытая. На ноже, который Локотош подбросил в отделение, твои отпечатки пальцев. Брал я в руки его нож. Ну. И что? Не складывается. Один отпечаток кровавый. Угу. И тут кровь коцика. И в люльке, я уверен. И сравнительный анализ краски мотоцикла совпадет. Так что занервничали вы, Трамко, не потому, что растерялись, а потому, что совершили двойное убийство. Штучки эти ваши. Я и сам применяю. Никаких признаний. Доказывайте. Мотоцикл мой. Кто-то угонял, потом бросил. А кровь. А сколько людей с такой группой, как у этого спекулянта. Так, Лацарьевна, а давайте мы его завтра задержим. А сегодня пойдем к барону и все наши доводы приведем ему. Может быть, он тоже не поверит в причастность гражданина участкового. Хорошая идея. Трамко. А вы скажите вашей жене и дочери, пусть пока уедут. Они же ни в чем не виноваты. Ты мою семью, сучка? Лучше не вспоминай. Это ты сейчас ко мне обратился? Ко мне? Забирай его. В КПЗ сядешь в общую, а не в ментовскую. А на допрос утром, если доживешь. Право не имеешь в общую сажать. О правах вспомнил. А ты право имел 15-летнего пацана. Ты у него спрашивал, хочет ли он умирать. Да без них даже лучше. Для чего он жил? Кому они нужны? Отбросай. Ты показания давать будешь? Да. Господи. Я же никого не хотел убивать. Взял коцика полгода назад на горячем. А он откупился. Я мотоцикл хотел купить. Подержанный. Да прекрати, капитан. Давай договариваться. С судьей будешь договариваться. Слышь, а какая у тебя зарплата? А хочешь, я тебе в неделю буду сотку приносить. С огнем играешь, щенок. А ты не спеши отвечать. Подумай хорошенько. Ну? Подумай. 400 рублей в месяц. А я за три столько получаю. Ну так и брал бы деньги себе. Судили бы тогда за честь мундира. Зачем убивать? Шантажировал. Велел по другим районам участковых подыскать. Ну я же понимал, чем пахнет. Опять врешь? А почему вру? Да он тебе по телефону сказал, что не хочет чем-то заниматься. Чем? Молчите? Ну ничего. Обыск проведем, поймем. Чем фарцовщики заниматься не хотят? Валютой. Угадала? Во всяком случае, знаем, что искать. Я вот только одного не пойму. Пацана-то за что? Попался он на кошельке. Бедовый. Сколько раз его били. А я подумал, все равно он плохо закончен. А у него еще этот ножик при себе цыганский. Вот скажи мне, цыганская твоя душа, что мне с тобой делать? Дяденька, отпустите. Воровать ты воруешь. Холодное оружие носишь. Тебе 14 лет хоть есть уже? Я не буду больше. Не будешь, не будешь. Смысла в тебе? Никакого. Все равно в тюрьму пойдешь. Здорово. Это кто еще? Ты что, ножом взял меня пугать? А что тебя пугать? Тебя пугать. Уже поздно. Ты бозяк! Не подходи! Убрию! А что бы ты делал, если бы пацану дверь открыли в отделении милиции? Да. Не знаю. Посложнее было бы. Ну, не открылишь? Все не так пошло. Я ж думал, сразу на цыгана подумают. Ножик протер и все. Да, теперь понятно, почему вы тебя локотское из парка увезли. Да, могли связать. Пришлось во дворе прикопать на пару дней, когда жены с дочкой не было. Через пару дней откопал и в парке выбросил, чтобы его быстрее нашли. Две жизни ради чего? Послушай, следовательша, ты же отлично знаешь, что при других обстоятельствах ты бы не за мной, а за ним гонялась бы. И ты, значит, решил, что для твоей же пользы им лучше не жить? Да я не ради своей пользы. Я ради того, чтобы они мне не навредили. Ладно, Сергеевна. Давайте мы его тут по-тихому прикопаем и все. Лева, ты чего? Ладно, Сергеевна. Дурак ты, Лева. Забирай его, поехали. Вперед. По совокупности преступлений за двойное убийство и хранение крупной суммы в валюте, бывший капитан милиции Трамко был приговорен к исключительной мере наказания. Смертной казни. А Светлана Куратова, между прочим, закончила юрфак университета и очень долго проработала в Одесской городской прокуратуре. Ее коллеги говорили, что она знает множество цыганских слов. А про барона что-то известно? Угу. Умер в почтенном возрасте. Огромный памятник на кладбище. Люди останавливаются и читают Анхель Васильевич Шандер. За могилой ухаживают, но рот большой. А вот где похоронили МИТа, уже никто не помнит. Столько лет прошло.